ПЕСНЯ Давайте коротко помолимся. Отец, открой наши сердца, открой наш дух, чтобы мы могли принимать Твое Слово. Чтобы мы получили то понимание, чтобы мы видели то, что Ты хочешь. Чтобы наши сердца и наш ум были настроены на Тебя. И чтобы мы переживали Твое присутствие в течение этого времени. Во имя Ишуа. Аминь. Аминь. Очень важно держать наш дух открытым к тому, что Бог хочет нам передать. Я знаю, что сейчас вечер, и у многих из Вас был занятый день. И иногда это трудно держать свое внимание. Но я буду стараться делать все интересным. Чтобы оно не было скучно. Но давайте мы продолжим рассматривать книгу Деяний. И следующее, что мы рассмотрим, это значащие события. Мы будем рассматривать те события, которые Лука посчитал важным, указать в вопросе расширения царства и роста веры. Он показывает нам, как вера в Ишуа распространялась от сельской местности среди евреев к интернациональной и многонациональной вере. И Лука, он начинает с такого самого великого события распространения Евангелия. Лука в своем Евангелии книге Деяний описывает, что после того, как Ишуа был вознесен на небеса, его ученики остались в Иерусалиме. И на тот момент времени храм был центром всего происходящего. Да, мы знаем, что по Писанию у них были встречи по домам, где они преломляли хлеб. Но также они были все вовлечены в деятельность вокруг храма. В Луке 24, 52 записано следующее. Луки 24, 52. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И в Деянии 3, 1 написано, что Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Они в это время были еще очень сильно вовлечены в то, что происходило. Лука также обращает внимание, что в день Пятидесятницы или в день Шавуота последователи Ешуа, они собрались вместе, чтобы быть в одном месте. В Деянии 2, 1. Лука никогда не определял, не называл место их собрания. Кристианская традиция, она определяет место собрания учеников в день Пятидесятницы. Как то место, где Ешуа проводил свой последний седр со своими учениками. В верхнем городе Иерусалима, в верхней части Иерусалима. Эта традиция, однако, не появляется до византийского периода, 5 века нашей эры. Как Лука и Марк описывают собрание на последнем седере, описывают, что это была большая верхняя комната. В Марка 14, 15. Марк 14, 15 написано. И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую там, приготовьте нам. И Лука 22, 12 написано. Лука 22, 12 написано. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Это выглядит как одинаковое описание, как и от Луки, так и от Марка. В Деянии 1, 13 описано по-другому. Деяния 1, 13. Но так как и греческое слово, которое переведено здесь так же, таким же образом, оно имеет другое значение. Если эта комната была той же комнатой, которая упомянута в Деянии 1 главе, где ученики встречались, но подача, изложение Деяний не утверждает, что ученики Ишуа, они там были все время. Поэтому возможно, что во второй главе Деяний они были в другом месте. Но на самом деле, по-греческой грамматике, в начале второй главы Деяний есть определенная остановка изложения на иврите. Это очень важно обращать внимание касательно Писания Нового Завета. Никто точно не знает, какой язык был первый, на котором было написано Писание Нового Завета. Или иврит, или греческий. Но в том, что соглашаются многие комментаторы, что греческий – это не тот стиль, язык на котором писали авторы, что это просто стиль. Поэтому особенно, что касается Деяний и Луки, то, скорее всего, они были написаны на иврите, а потом переведены на греческий. Поэтому, если вы читаете греческий, с греческим мышлением вы в точности не поймете, о чем там идет речь. Потому что оно написано с еврейским мышлением. И то, что я делаю последних 20 лет, я меняю свое мышление о Новом Завете, пересмысливаю его. И стараюсь рассматривать его не с греческим и римским образом мышления, но так, как те евреи, которые написали это и описали. И во многих случаях мы получаем совсем другую картину. И здесь один из тех примеров, где написано, что они были еще в верхней комнате. Но нет реального, настоящего доказательства об этом. И поэтому сейчас я вам показываю, что ученики, они были очень сильно вовлечены в служение храма. И поэтому те стихи, которые мы сейчас и рассматриваем, чтобы понять, что они были в территории вокруг храма. И как написано, что «когда настал день Пятидесятницы», в котором еврейское мышление отделяет этот день от того, что было перед этим. Иными словами, подача второй главы Деяний показывает, что последователи Иешуа, они переместились во времени и вместе от происходящего в первой главе Деяний. И поэтому нам нужно определить, где происходили события Деяния второй главы. И это приводит нас к фразе, которую Лука использовал здесь. В английском это будет переведено как «дом, где они пребывали». Это предполагает о том, что ученики собирались в горнице в верхней комнате. Но также, возможно, это показывает способ подачи Луки еврейского, что они были рядом с храмом в Иерусалиме. Иными словами, как они говорили о храме в Иерусалиме? И на еврейском это будет звучать «хабайт». И на еврейском это будет звучать «хабайт». Дом Господа. И если мы обретимся к старым ветхим источникам, еврейским источникам, то мы увидим, что авторы обращались к храму таким образом. «Хар-хабайт». И буквально это может быть переведено «храмовая гора». В первой части книги Деяний подача Луки очень сильно остерегается или держит границу с греческой подачей. А также те идиомы, которые он использует. Фразеологизмы и идиомы, они очень трудно переводятся с одного языка буквально на другой. На английском мы имеем фразу, которая буквально «дождь для собак и котов». Как это перевести на другие языки? Иными словами, смысл этого предложения, что очень сильный дождь. Есть много историков, которые пытаются узнать, как мы получили вот такие фразы. Но с учетом этой фразы историки пытаются догадаться, откуда взята она. И они предполагают, что в старые времена строились дома из деревянной крыши. И предполагалось, что животные, они спрятались в этой крыше. И поэтому, когда был очень сильный дождь, они сбегали и падали на землю с этой крыши. Поэтому такой дождь из собак и кошек. Поэтому то, что нам нужно понять, то, что мы читаем с греческого, оно создано с еврейским образом мышления. Поэтому, когда Лука говорит здесь, что они были вместе, место, где они сидели, он использует такую фразу на иврите, что они имели встречу в Доме Божьем. Место, которое описано в Деянии 2 главе, очень будет нормальным в еврейском образе мышления по причине того, что был праздник Шавуот. Помните описание этого дня, когда было излиятие Духа, и они увидели огни, и они начали говорить на языках. Давайте пойдем немного далее и рассмотрим эту идею. Во время Шавуота были тысячи и тысячи людей со всего известного мира. И мы знаем, что в этот момент, после того, как Ишуа был вознесен на небеса, ученики остались в Иерусалиме. И как написано в Луке 24, 52, 53, они поклонились Ему, возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. И с описания Луки очень ясно видно, что в это время они были в храме. Ясно, что ученики-последователи Ишуа, они не интерпретировали все события, связанные с распятием Ишуа, и как отвержение храмового служения. Это то, что нам очень важно понимать, потому что это все происходило в истории Церкви. И что может отвести нас от корней веры. И мне пришлось потратить очень много времени, чтобы вернуться к такому образу мышления. И мы можем это очень ясно увидеть в описании Луки. Как я уже сказал, Лука, он очень детальный в своем описании. Потому что он дает нам очень много информации. Я имею сложности, когда вижу людей, которые просто читают описание и в нем плавают. Нам нужно относиться к нему серьезно. Вот поэтому вы студенты сейчас здесь. Я хочу передать вам определенную форму знаний. Но больше всего я хочу передать вам такой путь жизни. И это, это изучение Писания, чтение его. Чтобы оно стало первой вещью в вашей жизни. Потому что Писание дает нам истину. Оно дает нам мудрость и понимание. И оно может провести нас через разные ситуации в нашей жизни. Я также бы хотел, чтобы вы не допустили тех ошибок, которые я допустил. Но это, скорее всего, невозможно. Но, насколько это возможно, я хочу передать вам вот эту любовь к Его Слову. Чтобы это стало очень важным для вас. Давайте вернемся обратно к нашему тексту. Мы также должны понимать, что последователи Ишуа участвовали в этом празднике паломничества. Помните, у них всех было вот это основание традиции. Традиции участвования в этих праздниках. Шавуат и Суккот были одними из самых больших праздников. И эти два праздника были те, на которые все мужчины приходили в Иерусалим. Чтобы поклониться и прославить Господа. Это был первый приоритет. Какой же ваш приоритет? Является ли вашим приоритетом поиск Господа? Поклонение Ему? Хождение Его путями? Или вы более сконцентрированы на чем-то другом? Это не было путем первых учеников. И также мы тоже не должны так ходить, как ученики. Они получили с первых рук служение Ешуа. Они видели исцеление. Они видели, как люди освобождаются. И это мое учение каждый день. Я молюсь об этом и надеюсь, что мы увидим в это время, как кто-то освобождается, исцеляется. В течение многих лет моего служения я видел многих людей, которые исцелённые, которые освобождённые от злых духов, от бесов. Я видел человека, который лез по стене, как кошка. Потому что он был одержим демонами. Но я потом его видел, после того, как он был освобождён. Он был полностью другим человеком. И теперь он служит в церкви. Это то, что может сделать Бог. Хотите ли вы увидеть то, что он может сделать? Нет. Давайте будем двигаться по вере и понимать Писание. Для них это было очень важное время. Это была заповедь от Господа. То, что Бог им сказал, что вам необходимо это делать. Каждый год я и со своей семьёй празднуем этот праздник. И часто с другими людьми. Потому что я верю, что это очень важно даже сегодня. Во втором законе 16.16 сказано следующее. В втором законе 16.16. «Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберёт Он, в праздник опресноков, в праздник седмицы, в праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками». В это время они приносили пожертвования Господу. Есть только одна жертва, которую мы должны приносить сегодня. Как Павел сказал об этом в Римлянам, в послании к Римлянам. Представьте своё тело как живой храм, живую жертву. Это та жертва, которую мы должны приносить сегодня. Чтобы отдавать себя полностью Господу. Такое понимание, что мы Ему отдаём всё, что от Него получили. Вы должны... Вам была дана жизнь Богом. Он сотворил вас. Он поддерживает ваше дыхание. Если Он скажет «Стоп, не дыши», то ты перестанешь дышать. Хорошо? Понимаете это. Это дает вам вероятно 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 вероятно. Это даёт вам такое почтение перед Господом. Господь, я здесь, потому что Ты хочешь, чтобы я был здесь. В другом случае, я не был бы здесь. Если вы начнёте понимать это, вы поймёте и другие уроки, которые мы получаем из книги Деяний. Что всё там только о Нём, не о нас. Это не о мне. Я могу дать только то, что Он мне дал. Не более, не менее. Я не более святой, я не более лучший. Что-нибудь. Но Он благий, милостивый и добр. И со всеми нашими ошибками Он хочет нас использовать. Аминь. Я проповедую, я не учу сейчас. Они встретились вместе. Историк первого века Иосиф, он упоминает, что в дни Шавуота население Иерусалима очень сильно увеличивалось. Лук также обращается к тем людям, которые пришли на празднование Шавуот. Вторая глава Деяния с 9 по 11 стих. Он даёт нам список людей, которые пришли в Иерусалим на праздник. Деяния с 9 по 11 стих. Написано. Парфяне и Медяне и Эламиты и жителями Сапотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Помфилии, Египта и частей Ливии, приезжавших Киринеи и пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты, «И кретяне, и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Никто точно не знает, сколько людей приходили на такой праздник. Это могли быть даже миллионы. Но они приходили праздновать, торжествовать перед Господом. Это то, также, чего нам нужно научиться праздновать перед Господом. И сказано, чтобы ты не приходил с пустыми руками. Это было время, когда многое давалось бедным. Это также нам напоминает, что мы должны быть щедрыми. Но, как я уже сказал, настоящая жертва, которую мы можем принести, — это мы сами. И в этот момент времени Дух Святой сошел на учеников. Есть те, кто считают, что они были собраны в дворе Соломона. Это было на восточной стороне храмовой горы. И там была достаточно большая территория с деревьями. И это было место встречи, где многие люди приходили, чтобы иметь общение. И это было очень логично понять, что если ученики хотели поделиться у Ишуа, что они, скорее всего, были в этом месте. И по той причине, что это был праздник, и там были эти толпы людей с разных народностей. И эти люди с разных народностей, они услышали учеников, говорящих на разных языках. Деяния 2 глава, с 4 по 8 стих. И они были удивлены. Деяния 2 глава, с 4 по 8 стих. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, и всякого рода под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящими его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? В ответ на их удивление Петр встал и обратился к народу. И логично, что Бог позволил этому произойти в очень таком публичном месте. Потому что Он хотел, чтобы люди были удивлены. Чтобы люди увидели, что Он является более, чем они о Нем думают. И потому что это был праздник, и потому что все эти люди, которые собрались там, это было время, когда Он выбрал, чтобы это был праздник, и было много народа. Он выбрал это время, чтобы показать, чтобы сделать излияние, крещение Своего Духа. Бог избирает время и место. У Бога есть Свой календарь. Не пытайтесь, чтобы Он совпадал с Вашим. Это также та вещь, которую я изучил в течение лет. Бог никогда делает то, что в тот момент, когда Я хочу, чтобы Он сделал. Он делает это тогда, когда Он хочет. И всегда это правильное время. И Петр, он использовал эту возможность обратиться к народу. Провозглашая Ешуа с Назаретом, Мессия Израиля. И объясняет им то, что народ увидел, как излияние Духа Святого. Это обозначает начало мессианской времени, периода. И Петр призвал народ покаяться и креститься во имя Ешуа. И, как я уже сказал, что очень ясно это говорит о таком публичном месте. И как один из таких возможных мест, это был двор храма. Согласно Деянию 2.41, три тысячи людей ответили на призыв Петра. Покаяться и креститься. Я остановлюсь, и мы возьмем перерыв. Покаяться и креститься. fahrи artwork Продолжение следует...